На сессии был принят ряд кадровых изменений. Парламентарии утвердили на должность заместителя губернатора Михаила Васильева. Его кандидатуру предложил глава региона Игорь Кошин. Кроме того, в ходе сессии большинством голосов народные избранники утвердили в должности нового уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. На должность детского омбудсмена была предложена одна кандидатура. За нее парламентарии голосовали тайно. По итогам голосования депутатского корпуса должность уполномоченного по правам ребенка займет Римма Галушина. Ранее она возглавляла управление образования и молодежной политики Ненецкого округа. Работала помощником члена Совета Федерации от исполнительной власти региона Вадима Тюльпанова. Уступая перед депутатами и общественностью, новый детский омбудсмен заявила, что детская тематика ей знакома давно. Проблемы, которые необходимо решать, мне понятны. В первую очередь, это, конечно, проблемы социального сиротства, поскольку подавляющее большинство детей, лишенных родительского попечения, имеют живых биологических родителей. Семей, находящихся в социально опасном положении, остается у нас по-прежнему много. Понятно, что корень зла здесь в пьянстве, нежелание, иногда невозможности работать. Считаю, что в работе с семьями, которые можно еще спасти, необходимо консультировать не только административные ресурсы, но и все силы гражданского общества. В должность уполномоченного по правам ребенка Римма Галушина вступит уже на следующей сессии депутатского корпуса, которая состоится в октябре. Полномочия нынешнего детского омбудсмена Татьяны Гашевой истекают 13 октября. С поста она уходит в посуду.